Размышляем над интереснейшей темой «Куда уходит мой грех?» Лена, вот как из нашей прошлой встречи ты себе представляешь, куда уходит наш грех? Ну, вообще вот на прошлой программе мы говорили о Каине и Авеле и о том, как Бог сказал Каину, что грех у него лежит при дверях, но он должен господствовать над ним. И вот мы все-таки сделали вывод, что свой грех мы должны и жертву за грех, и грех принести Господу для того, чтобы вот этот вот путь именно только Господь Бог может снять наш грех, если мы в этом признаемся. Да, то есть Каин должен был принести свой грех, свою проблему Богу в его присутствие, то есть двери – это вот как раз вход в рай, который утеряли родители, принести и показать себя грешникам, осознающим свою проблему. И это позволит Богу начать решать. Это вот прям вот обязательно пойти к человеку, пойти на исповедь, пойти покаяться? Или это надо Богу сказать? Просто сказать? Это нужно признать публично, открыть Богу, потому что Бог ничего не делает тайного. Помните Христос, что сказал? Ничего нету тайного, все станет явным. Здесь человек начинает что-то в себя прятать, вот свои проблемы там еще куда-то, от Бога еще пытаться вот куда-то там. Мы с вами в 138-м псалому изучали, что пытаться прятать невозможно. Человек, когда вот начало мудрости, он понимает, что это невозможно, ему нужно решение проблемы. То есть страх Божий ведет к исправлению, и он идет к врачу своему, к Творцу, Создателю, который может его исцелить и как бы пересотворить заново, сотворить из него нового человека, по новому образу. Даже пересотворить, это возможно? Пересотворить, конечно, возможно. Для Бога возможно все. Но Бог не насильник, Он делает все по нашему желанию. Самое главное, мы должны это осознавать. Я интересную притчу на этой неделе прочитала как раз по этому поводу. То есть один старец, когда пришли к нему его ученики и спросили его о том, как жить в этом мире. И он ответил, чтобы ваши добрые дела были сокрыты, как сказано в Священном Писании, что делает твоя рука правая, чтобы не знала левая. А вот грех, который лежит в сердце вашем и ваш эгоизм, он должен освящен быть для того, чтобы он был признан вами. Не освящен, наверное. Я имею в виду, чтобы во свете был для вас. Посмотреть на него глазами Бога. Да, не скрывать это от Бога, а приносить во свете. И тогда человек имеет возможность увидеть его, раскаяться в нем и прийти к Богу. Когда мы будем говорить о Святом Духе, мы скажем, что задача Святого Духа сделать так, чтобы человек мог увидеть свое состояние глазами Бога. Как это интересно. И это возможно, да, что человек может увидеть свое состояние глазами Бога. Не только возможно, это еще необходимо. Это даже необходимо. Необходимо, да. То есть и здесь человек делает свой выбор. И Каин должен был сделать свой правильный выбор. Но он сделал совершенно ошибку, да. Правильный выбор в чем состоит? Принести свою проблему к Богу. Дать возможность ему решить проблему с грехом. Ведь он же говорит… А Бог хочет решить проблему с моим грехом? Конечно. Вот он же нас любит. То есть грех нас убивает. Вот что проблема? Грех нас убивает. Мы смертны, потому что мы грешники. Вот в чем дело, да. Ну, Павел писал, вот, все-таки, когда он это понял, да, что вот именно на кресте последний вот этот вот грех был уже, то есть, ну, смерть как бы была побеждена Иисусом, да, и грех был побежден. И побеждена, и смерть была. Ну, да. Если побежден грех, то побеждена и смерть. Да, 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 да. То есть, вот когда мы будем говорить о том, что сделал для нас Христос, а нам это нужно, да, то есть, вот о жертве, там, то, что… Почему она имеет такой большой вес, как она побеждает грех, вот, и как мы можем победить грех внутри себя, и как мы можем применить то, что сделал Христос в своей жизни. Это для нас очень важно, мы об этом как раз и будем говорить. А вот теперь, что нам надо делать, когда мы посмотрели на себя, на своё сердце глазами Бога? Посмотрите, нам нужно знать то, что вот написано на слайдике, это второе послание Коринфянам, 5 глава, 21 стих. «Ибо не знавшего греха он сделал за нас, смотрите, видите, там в скобочках написано, жертвую за грех, чтобы мы в нём сделались праведным пред Богом». В оригинале написано как раз вот это слово «промах, амартия», то есть, если буквально переводить, то есть, «сделал грехом», то есть, понимаете, то есть, просто слово греческое, амартия, означающий грех, там, промах, не совсем здесь как бы монтируется, но смысл в том, что, как мы говорили, «хатат» – это грех и жертва за грех. То есть, Бог сделал Иисуса Христа жертвую за грех. А как это можно, и вообще, вот справедливо ли это? Ну, как вот Бог мог сделать безгрешного Иисуса Христа жертвой за наш грех? И зачем? Это нам открывает ещё одно качество Бога, что это не какой-то там абстрактный логос платоновский, который что-то там сделал, где-то там пребывает далеко-далеко от нас Бог. Нет, Бог несёт ответственность за своё творение, понимаете? Он создал нас, Он является нашим Отцом. И если здесь кто-то усматривает какие-то проблемы в нас, а это делает сатана, если он склонил подобие Божьей к грехопадению, то здесь Бог готов вмешиваться вплоть до собственной жертвы. То есть, отдать равного себе, то есть, сына своего. То есть, это высшая справедливость, можно сказать, непостижимая человеческому уму. То есть, это вот любовь. Да, то есть, на кресте у нас как раз открылась и справедливость Бога, и милость Бога, и любовь Бога, то есть, его характер. Если вы заметите, в послании, вернее, в Евангелии от Иоанна всегда говорится об этом моменте, Иисус ещё не был прославлен. Не был прославлен. То есть, вот это ключевой момент в истории человечества, в великой борьбе, когда Иисус прославлен на кресте и являет собой откровение любви Божьей к человеку. То есть, это величайший момент слабого. Величайший момент слабого. То есть, вот в такой, ну, позорной смерти, да, увидеть… На кресте это позорная смерть, да? Да, да. Вот только самых негодных преступников казнили на кресте. А именно в этом и явлена слава Божия. Ну, что Бог готов был это сделать для нас. Это вообще, конечно, ну, человеку очень трудно. Вот эту славу, что сделал Бог, мы это подробно разберём как раз, очень детально. Вот. Можно только сказать, что вот этот вот стих говорит нам о том, что нам нужна жертва заместительная. Заместительная, то есть замещающая нас. Да, 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 да. То есть, мы должны умереть за свой грех. Да. Вместо нас умер. Это было бы справедливо, да? Это было бы справедливо, да. Если бы не вмешалась любовь Божья к нам сюда. И тогда и появилась заместительная жертва, то есть заместившая нас. План спасения, да. Это план спасения. Это Божий план спасения. Это план спасения. Что какая-то жертва должна нас заместить. А что вот эта вот жертва ягнят, телят, которые описаны в Ветхом Завете, эта жертва должна была нас заместить? Нет, конечно, об этом и говорит апостол Павел в последнее время, что невозможно, чтобы они уничтожали грехи. То есть, кровь тельцов и овнов не может уничтожить грехи, только кровь Иисуса Христа. Сейчас это немножко кровожадно звучит, но мы впоследствии поймём, что это значит. Что кровь Иисуса Христа омывает. Там ничего нет кровожадного на самом деле. А можно сказать, что это был, я не знаю, наглядный урок, что ли, именно жертвоприношение в Освятилище. Потому что как человеку, который не знает ещё о Христе, ведь Ветхий Завет, они же не знали ещё о Христе. Как человеку, который не знает, как быть со своим грехом. То есть, как его наглядно научить тому, что произойдёт, когда придёт Спаситель. И Юлия Ефима, это очень хорошо подметили. Потому что там люди, жившие в то время, народ Завета, не понимал ещё, что придёт некий Мессия. Хотя Мессия и говорит, что некий пророк. Спаситель. Они ещё этого не понимают, но зато они наглядно и практически понимают, что если они грешники, то вместо них кто-то должен умереть. И если вы грешник, давайте посмотрим следующий слайдик. Понимаете, вот слова Иоанна Крестителя. Вот агнец Божий, который берёт на себя грехмир, указывает на Иисуса Христа. Но Иисуса Христа ещё нет. Как понять, как найти ту жертву вместо меня? И вот тогда человек шёл в стадо. То есть, он не сразу и шёл к Богу, а шёл в стадо. И в стаде он находил жертву. Жертва должна быть без порока, чистая и так далее. То есть, ягнёночек. Да, ягнёночек. Например, ягнёночек. Например, если я, допустим, согрешил по незнанию, то есть вот это вот Амартия или вот это вот Хатат, случайная, ненамерная жертва, и теперь я должен принести жертву за грех, я должен, и я простой людин, я там приношу козу. Это не обязательно ягнёночек. Жертва. То есть, я иду в стадо, нахожу животное, беспорочное. Невинное. Да, невинное. То есть, она символизирует Иисуса Христа. То есть, кого я нахожу? Я нахожу Христа. Но мы, наверное, не можем говорить, что они не понимали, что это было только для них. Ведь в самом начале уже Адаму и Еве было открыто вот о этом семени. И я думала, что те, кто не понимали, ну, это уже как ритуальное какое-то служение было. А вот именно те, кто понимали, это была жертва Иисуса. Ну, они могли видеть это отдалённо, там, сквозь века. Да, да. То есть, достаточно, не так много Моисея-то, на самом деле. Потом уже пророки, особенно Исаия, начинают подробно открывать. Но ведь Авраам, наверное, уже понимал. Авраам, да. Мы об Аврааме специально с вами поговорим. Мы вот поговорим об Аврааме, и всё-таки он видел уже его. Он именно видел. Он его видел, да. Он увидел, да. Сквозь века. А давайте вот продолжим это, не оставим эту мысль, что вот человек должен был пойти в стадо, взять животное. И что ведь это было ужасно, возложение своего греха вот на это невинное животное. Я бы даже сказал, что это ещё и дорого. И дорого. Ну, дороже всех, конечно, Богу это было. Да, 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 да. То есть он ищет Христа. То есть как мы его находим? Как нашли его вы? Как нашел его я? Откуда опять? Из Священно-Писания. У нас есть четыре Евангелия есть, вы понимаете? То есть для творения четыре Евангелия. Для людей. То есть Евангелие от Матфея, Евангелие от Марка, Евангелие от Луки, Евангелие от Иоанна. Но это там уже о жизни Иисуса Христа мы читаем. И мы уже понимаем, что это Мессия. Там описано. Хотя учителя закона не увидели в нём Мессия. Ну, учителя закона, они как бы... Мы о них тоже немножко поговорим. Я говорю о нас сегодняшних. То есть мы видим эту жертву в Священном Писании. Иисус Христа. И мы находим его. И как вот тот человек из древнего Израиля брал это животное и вместе с ним шёл в госсвятилище на определённое место. Это очень интересное место. Это куда мог вообще зайти человек обычный. То есть не левит, не священник, а мог зайти только в войти. И с северной стороны жертвенника подойти с жертвенным агнесом, допустим, или с жертвенным животным, в зависимости от того, что он сделал, кем он является сам, на северную сторону жертвенника. И там его принести, сделать заклание. Убить. Убить, фактически. То есть сам грешник должен это был сделать. Вот это место, это и есть Голгофа. То есть мы, когда находим Иисуса Христа, мы же знакомимся с ним. То есть что делал тот человек в древнем Израиле? Он подходил так, вот у тебя здесь пятна нет, вот здесь вот, смотри, ты совершенный, ты здоровый, ты, значит, чистый Иисус. У тебя вся жизнь могла бы еще быть. Рассмотрев Иисуса Христа в Евангелиях, мы идем вместе с ним к северной стороне жертвенника, и там оставляем свой грех. Ему отдаем свой грех, понимая, что он умер за нас. Но ведь вот тот ветхозаветный грешник, он должен был сам убить это животное. Сам должен был убить, сам должен был перерезать его. Да, да, люди путают, думают, что это священник. Нет, есть песня Анны Герман. Он не гвозди, не люди, но мой грех пригвоздил Иисуса Христа ко кресту. То есть вот человек во времена Ветхого Завета, принося жертву, он понимал, что он своим грехом убивает невинное животное, да? Да, то есть он понимал, что вместо него умирает это животное. И он тогда очищался от этого греха, да? И тогда запускался механизм от Бога, от самого, да? То есть вот в храме, в святилище это делает священник. Он отдавал свой грех. То есть есть такой даже глагол, как бы вот такой есть кипер. То есть передача греха. То есть там идет постоянно в святилище грех. То есть убив животное, он что, он брал вот его кровь и передавал? А человек, когда заходил, значит, в святилище, давайте немножко вперед забежим, он приводил животное, связывал его, клал, потому что, значит, лежит. То есть надо было положить на бок, ну, овечку, например, да? Положить на бок, связать ей, значит, в ноги, да? То есть, да, можно сказать, в лапы. Вот, в одну руку взять нож, чтобы перерезать сонную артерию. А другой руку, и самое главное действие, нужно было надавить ей на голову. То есть именно используется слово, которое означает надавить. То есть грех имеет тяжесть, вес. То есть здесь это символически, то есть все в Ветхом Завете показывалось символически. То есть символически я передаю свой грех, свое свойство, свою греховность вот этому животному, который сейчас станет виновным в моем грехе. То есть погибнет. И за это погибнет. Вот. То есть и после этого, а во второй руке у меня специальный нож, который я должен перерезать сонную артерию этому животному. И все. Все мои действия на этом заканчиваются. Я ухожу из святилища в обратном, так сказать, направлении. И дальше... То есть я своим грехом убил это животное и при этом передал ему свой грех, да? Да. То есть возложение руки означает, что я доверяю Иисусу Христу свой грех. Взять его у меня. То есть он... Смотрите, вот Агнец Божий, говорит Иоанн, да, на свадьбе, который берет на себя... Он берет на себя грех мира. Мы нашли Мессию, что значит Христос. То есть помазанный Мессия. И, в принципе, да, тут происходит, что вот жертва, да, как раз и становится грехом, да? То есть то, о чем вы говорили, что грех и жертва обозначаются одним и тем же словом. Да, жертва за грех и грех – одно и то же слово хата. Да, и тут вот именно и при заклании вот этого животного и происходит... Священник забирает этот грех, по сути. Да, то есть это вот происходит как бы соединение жертвы с грехом, да? Ну вот и сказано, что в Священном Писании, что Иисус Христос стал грехом за нас. Он же ведь греха не имел, он не мог его иметь. Он был безрешен. Не имел, что греха сделал за нас грехом. Да, то есть он стал грехом за нас. Или стал жертвой за грехом. Ну что же, Александр, очень интересно. Ждем продолжения разговора, да? Да. Это очень трудно понять человеку, но тем не менее вот в этих вот символах Ветхозаветного святилища, его служения, видите, как очень-очень много сокрыто, как много подробностей мы можем узнать. Очень наглядно, да. Наглядно мы можем это увидеть. И как мы можем лучше осознать, что это такое жертва нашего дорогого Господа и Спасителя Иисуса Христа на кресте. Ждем тогда новые встречи с нашими дорогими зрителями. Прощаемся. Всего вам самого хорошего. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин